С вами хочу поговорить о празднике усекновения главы Иоанна Предтечи, который праздновался у нас сегодня утром. Как вы знаете, Иоанн Предтеча – это человек, который крестил Господа нашего Иисуса Христа и шел до Него, до Спасителя, и рассказывал о том, что скоро должен прийти Мессия. И, добрый вечер, с праздником, спаси Господи! Вот сегодня мы с вами поговорим о том, какой праздник мы сегодня вспоминаем. Спасибо, друзья, что вы более активно пишете. Мне очень важно видеть обратную связь, когда я вижу, что вы меня смотрите, оставляете отзывы. Мне гораздо легче так говорить. И, кроме того, что хочу сказать. Как мы знаем, Иоанн Предтеча родился примерно за полгода до Спасителя, и они были родственниками. Когда Ирод решил истребить всех младенцев в Израиле, то пришлось бежать матери Иоанна Предтечи в пустыню, и он прожил практически до 30 лет в пустыне. При этом, как мы знаем из предания, он одевался только в грубую очень одежду, как из верблюжьей шерсти. Это очень грубая такая была, даже не ткань, а какой-то материал очень грубый. И, кроме того, как мы знаем, он питался медом и даже саранчой. Представьте, в пустыне жить и вот так питаться. Какой-то большой подвиг. Причем он прожил практически всю свою жизнь так. Потому что, когда он вышел на проповедь, то совсем недолго он прожил проповедуя Слово Божие. Потому что его главная миссия была рассказать о том, что придет Спаситель и крестить его. И он это сделал. Но, кроме того, он обличал грешников за их неправильные поступки. И вот мы вспоминаем сегодня, к чему это привело. О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовым повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четверовластником, правителем Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части. И в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилеем. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что он оставил свою законную жену, дочь аравийского царя Арефы, и беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Луки в третьей главе. В день своего рождения Ирод устроил большой пир с вельможами, старейшинами и разными знатными людьми, которыми он себя окружил. И дочь Иродиады, Соломия, плясала перед гостями и очень угодила Ироду. И он, тронутый ее танцем, предложил в благодарность попросить все, что она захочет. То есть представьте ситуацию, когда человек такого большого ранга при большом стечении гостей обещает что-то, фактически поклялся дать ей все, чего только она не попросит, даже половину своего царства. Но эта девушка, Соломия, она обратилась к своей матери, Иродиаде, и попросила у нее совета, что же ей попросить. И та ее подговорила, чтобы она попросила на блюде головы Иоанна Крестителя. Представьте саму ситуацию. Большой пир, праздник в честь дня рождения, и тут такая просьба. Для нас это кажется, конечно, совершенной дикостью, но в то время, как мы знаем, нравы были другие. Здравствуйте, Елена. И для многих это было нормой. Можно было убить даже человека, если проспорить или еще что-то. И вот здесь получилась такая ситуация. Можно сказать, манипулирование было Иродом, его злой сожительницей и ее дочкой. И Ирод боялся Божьего гнева за убийство пророка. Он понимал, что пророк Иоанн совершенно непростой человек. Но также он боялся и народа, который любил Иоанна Предтеча. Потому что он тоже крестил людей, совершал разные чудеса. Здравствуйте, Светлана. Рад вас видеть. И вот поскольку очень много было свидетелей его клятвы, он побоялся опозориться перед своими вельможами, перед своими богатыми и состоятельными друзьями. И поэтому решил пойти на уступки и приказал отрубить голову Иоанну Предтеча, который в это время уже находился в тюрьме за свои слова обличения Ирода и Иродиады, за то, что они сожительствовали между собой. И по преданию, когда принесли действительно на блюде главу Иоанна Предтеча, то уже мертвая голова произнесла, Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Соломея взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Представьте всю эту дикость самой ситуации, когда красивая молодая девушка настолько жестокая и совершает такой варварский просто поступок. У нас это вообще сейчас не укладывается в голове, потому что мы с вами уже живем в Новом Завете, совершенно по другим законам и совершенно по другим меркам. Иродиада настолько была зла на Иоанна, что исколола язык пророка иглой, закопала главу где-то в нечистом месте, но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую главу Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал еще править некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над которым он смеялся. Об этом мы читаем у апостола Луки в 23 главе. Суд Божий совершился и над Иродом, и над Иродиадой, его сожительницей, и над ее дочкой Соломей, еще при их земной жизни. Соломея, переходя зимой реку, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами на земле, теперь она словно пляшущая производила беспомощные движения под водой. Так она висела до тех пор, пока лед не перерезал ей шею. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли главу святого Иоанна Претеча. И, кроме того, аравийский царь Ареф в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. При этом Ирод проиграл в этой войне. И подвергся гневу римского императора Кая Каллигула и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галилею, а потом в Испанию. И по преданию они были поглощены разверзшейся землей. То есть или какое-то землетрясение было, или еще что-то. То есть они живыми ушли под землю. И вот в память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиана насильственной смерти великого пророка. И, кроме того, поскольку сам пророк Иоанн жил большую часть времени в пустыне, как очень великий постник, то мы в этот день также постимся. Это день строгого поста. И праздник усекновения главы Иоанна Претеча относится к великим праздникам. То есть самый большой праздник в церкви – это Пасха. Затем у нас есть 12 больших праздников в честь евангельских событий. И также есть 5 праздников великих, которые посвящены Богородице и Господу, и Иоанну Претечу. И после Богородицы Иоанн Претеча является самым почитаемым человеком, которому мы молимся о помощи Божией, которого люди очень почитают. И вот сегодня у меня уже спрашивали не один раз в интернете о том, что можно в этот день делать, что нельзя делать. Вот по правильному мы, как верующие люди, конечно, в идеале должны в этот день праздника побывать на службе, на богослужении. Исповедоваться, причаститься, помолиться с другими православными людьми. И по мере своих сил попаститься. Потому что сегодня по уставу в этот день у нас благословляется пища с подсолнечным маслом. Нельзя рыбу, нельзя молоко, яйца. То есть вот один такой день, когда мы постимся. Однодневный пост, можно сказать. И также вот спрашивают, спрашивали у меня, вы, может быть, подскажете, какие там еще есть моменты, что вот говорят, нельзя в этот день резать что-то ножом. Нельзя что-то еще. В общем, много-много чего нельзя. Якобы воспоминания о трагедии усекновения головы Иоанна Претечи, много чего нельзя делать. Вот какого-то бытового там как-то резать, еще что-то. Вот это все заблуждение и, можно сказать, суеверие. Если вам кто-то говорит, что вот в этот день это нельзя делать, то нельзя делать, то это зачастую идет от каких-то народных примет, может быть, каких-то суеверий. И, по сути, это искажение сути праздника. Потому что для нас важно не внешнее такое проявление, что мы делаем, что мы не делаем. Мы уподобляемся, как фарисеи делали. Внешне все соблюдали, но внутри у них не было ничего. Мы же стремимся прежде всего, чтобы в душе своей пережить этот праздник, вспомнить об этом событии, хоть и трагическом, но тем не менее очень значимым. Конечно, здесь идет постоянно противопоставление. Если мы с вами вдумаемся в события праздника, то мы увидим противопоставление, как Иоанн Притеча являет собой образ праведного человека, верующего, который живет с Богом, постится и не в чем его упрекнуть. У него огромная вера в Бога, огромная сила духа, которая позволяет ему никого не бояться. Он же прекрасно знал, что Ирод может его убить за его обличение, за его слова. Но это его не остановило. Он все равно продолжал его публично обличать и проповедовать. Здравствуйте, Людмила. А Ирод и его приближенные, то есть Иродиада и Соломия, они собой символизируют людей, которые погрязли в пороке, то есть которые живут в блуде, в разных грехах, в стремлении к власти, гордости и тому подобным вещам. То есть мы видим, как из-за такой греховной жизни был убит пророк Иоанн Претеча. Вот такое событие мы сегодня с вами вспоминали, такой праздник. Конечно, он трагический, но тем не менее церковь считает это одним из великих праздников, как я вам сказал, потому что в интернете сегодня поздравил кого-то с праздником, а мне люди говорят, это не праздник. Нет, по церковным канонам это тоже является праздником, но, конечно, не таким радостным, как многие другие. У нас бывает, вспоминаются очень какие-то трагические события, но поскольку они приводят человека к святости, ведь вспомните, мучеников мы каких-нибудь с вами вспоминаем, память. Очень часто мы вспоминаем именно то, как они погибли. Но для нас это праздник, потому что эти люди через свои страдания смогли войти в Царствие Небесное и исполнить свою миссию. Это очень важно понимать, что это не просто какая-то смерть непонятная, это смерть во имя Христа, во имя Бога. И тем самым Ир, не Ирод, а Иоанн, благодаря своей смерти, он до сих пор почитается и люди его уважают. Это очень важно понимать, что многие мученики, здравствуйте, здравствуйте, многие мученики своей смертью прославились в веках и их подвиг приводил к Богу огромное количество людей. Когда другие видели, неверующие люди видели, что делают мученики, то многие сами через это приходили к Богу. Это удивительно, как получалось это. Мы об этом не очень с вами задумываемся, но именно благодаря тому, что мученики никого не боялись и всегда спокойно шли на смерть, через это огромное число людей приходило к Богу. Несмотря на то, что христиан гнали, их убивали и всячески пытались притеснять христиан, чтобы помешать распространению христианской веры. Но чем больше было гонений, тем больше людей приходило к Богу. Так же и здесь, когда Ирод совершил такое злодеяние, то все, конечно, об этом говорили, потому что весь народ знал Иоанна Претечу и очень его любили, как мы слышали сегодня и почитали. Для меня этот праздник особый, потому что 12 лет назад, 11 сентября, меня рукоположили в священнике. То есть именно сегодня 12 лет уже, как я служу в священном сане. Так что для меня это особый день. Как говорят, личная Пятидесятница, когда совершается рукоположение и человек получает благодать Духа Святаго, чтобы совершать Таинство, получая Священный Сан, мы называем этот день именно так, как личная Пятидесятница. Ну вот, братья и сестры, наверное, все я рассказал по этой теме. Если хотите, можете задавать вопросы. Или, если хотите, я могу с вами поговорить еще на одну такую тему интересную. В принципе, она как продолжение сегодняшних слов. Здравствуйте, братья и сестры. Очень рад вас всех видеть. Я уже смотрю, многие приходят не первый раз. Вы уже потихонечку привыкаете, что я с вами общаюсь по вторникам 8 вечера. И мне тоже очень приятно. Очень хорошая всегда атмосфера у нас. Хорошие, интересные вопросы. Мне очень нравится. Это очень приятно. Мне люди потом пишут в личных сообщениях. Мы продолжаем общаться с людьми вне трансляции, то есть в личных сообщениях. Многие меня просят помолиться. Я сегодня служил литургию. И все, кто меня просили помолиться, я помолился за всех родственников. И о здравии, и о упокоении за усопших. Да, правильно Тиана вы говорите. Главное во всех этих праздниках даже не пост, а воспоминания о событии, чтения о нем и размышления. Да, каждый праздник это для нас пример того, к чему надо стремиться. И, конечно, мы когда постимся, мы делаем это ради Бога, чтобы хотя бы немножечко понять, как жили святые. Вот мы денек постимся сейчас, а Иоанн Претечий, он жил так всю жизнь. Представьте, в пустыне прожить всю жизнь, это какую надо веру иметь. Владимир спрашивает, добрый вечер, а в наши дни есть мученики? Уточню за православную веру. Да, Владимир, в наше время есть мученики. Это чаще всего страны, где идет борьба с православием. Даже в нашей стране, в России, вы, если смотрели новости, видели, что у нас было такое, что человек забежал в храм и начал стрелять во время службы. То есть, кажется, пять человек, простых людей, пострадало. Потом еще были нападения на храмы. Ну, как же эти люди не мученики, если они были на службе и молились Богу, не где-то просто на улице они пострадали, а именно во время молитвы. Фактически за веру Христову. Также, к сожалению, иногда приходят сообщения о том, что в некоторых странах очень, очень бывают большие по числу убийства христиан. То есть, и вырезают, и расстреливают, и сжигают людей только за то, что они верят во Христа. То есть, даже террористы взрывают людей, когда они приходят на службу. То есть, представьте, вот мы привыкли с вами, мы приходим на службу, все тихо и спокойно. А во время службы в храм заходит какой-то террорист и взрывает себя. Это люди, которые страдают таким образом, это, конечно, самые настоящие мученики. Также я могу вспомнить самый последний пример отца Даниила Сысоева. Он не причислен, конечно, к лику святых, но по сути он пострадал как мученик, когда в храме исповедовал. То есть, не где-то там на улице или где-то еще, а именно, когда он нес свое пастырское служение. Его зарезали в храме. Также могу вспомнить, был такой молодой человек, вы подскажете, как звали, Родионов фамилия. Вот сейчас тоже его некоторые почитают, когда молодой парень совершенно во время Первой Чеченской войны ему сказали снимай крестик, а он сказал я не сниму, и его за это убили. Просто за то, что он отказался снять крестик, представляете? Вот это очень важно. Мы с вами не думаем, вот я всегда советую, когда мы вспоминаем какие-то праздники, каких-то святых, примерить на себя, как бы мы себя повели в этой ситуации. И мы сразу понимаем, где мы с вами находимся. Многие честно говорят, батюшка, я бы так не смог или не смогла, мы бы, конечно, испугались. Поэтому, когда мы пытаемся проецировать вот эти события исторические на современное время, то мы сразу понимаем, где мы с вами находимся, какая у нас с вами вера, как мы с вами живем. Вот очень часто я про эти вещи говорю, что многие из нас не носят, допустим, крестик и думают, что это нормально. Но я всегда привожу примеры, что были люди, которых убивали просто за отказ снять с себя крест. И в советское время таких мучеников было очень много, когда люди, веря во Христа, отказывались предать Господа и отказывались попросить себе какое-то прощение у советской власти, у гонителей православной веры, а с радостью принимали все испытания, все пытки, которым подвергались люди. Я как-то читал книгу о том, как пытали людей. Это очень страшно. Тут действительно без воли Божией невозможно этого сделать. Это очень страшно. Вот вчера попался мне такой случай также про мучеников, как во время войны в концлагере в одном Великой Отечественной войне была такая пытка, людей просто запирали в одной комнате, и кто выживет, то есть их оставляли там до самой смерти, ничем их не кормили, часто там начинался каннибализм, и когда открывали уже эту комнату, видели там, конечно, все в страшном виде. И вот однажды в такую группу людей попал священник, он не должен был туда попасть, но он сам попросился, чтобы за другого человека, если не ошибаюсь, там был маленький мальчик, он его попросил спасти, а самому пойти пострадать. И тогда его отправили туда, в эту комнату смерти, со всеми другими людьми. Когда они туда попали, он сказал, братья, вы понимаете, что нас ждет, поэтому давайте будем молиться. И представьте, он вместе с другими людьми молился, и фашисты были поражены тому, что люди, находясь в такой тяжелой ситуации, продолжают молиться. Конечно, потом, когда они слабели, голосов становилось меньше, примерно через две недели они открыли эту комнату, но увидели, что люди еще живы. Три человека, там, кажется, всего их было двадцать с чем-то, но трое остались живы, один из них был этот священник. Причем видно было, что люди спокойно умирали, и не было никакого там ни каннибализма, ни драк, ничего, то есть люди не издевались друг над другом, как это обычно бывает, что люди сходят с ума, и они превращаются в зверей, не понимают, что делают. А тут, за счет того, что люди молились, они смогли остаться людьми до самой смерти. И фашисты были поражены, во-первых, то, что так долго эти люди продержались, не умерли, и то, что они не озверели. К сожалению, их все-таки убили, ввели смертельную инъекцию, и все они пострадали. Но это такой пример, как молитва и вера может изменить человека даже в такой страшной ситуации. Вот вы хороший пример привели, да, трое монахов, убитых на Пасху в Оптиной пустыне. Да, это можно сказать тоже мученики, потому что монахи, которые жили в монастыре, там кто-то шел в храм на службу, кто-то на звоннице был, звонил в колокола, то есть эти люди тоже были, можно сказать, на посту, выполняли свои обязанности, послушания монашеские, и погибли при этом. как мы знаем, предположительно человек этот говорил, что ему сатана сказал так сделать. Да, монахи из Оптины, Светлана, все правильно вы говорите, Оптина, пустынь, Владимир, священник Данил Сысоев, был убит в храме 35 лет на юге Москвы, да, мы уже вспоминали про это. Людмила, почему Господь попускает такие случаи? Вы знаете, такие случаи Господь попускает для спасения души человека, то есть вот ему именно такой путь спасения уготован. Мы не можем знать с вами, что ждет каждого из нас. Мне очень понравилось, как про это говорил отец Андрей Кураев, когда также вот его спрашивали, если не ошибаюсь, про отца Данила Сысоева, что может быть он жертва сатанистов или что-то еще, и сказали, что сатанисты там людей чуть ли не в жертву приносят. И отец Андрей очень так хорошо сказал, что для человека это легкий путь. Для нас это кажется очень тяжело, но если человек с Богом до смерти, он недолго мучается, но за свое мученичество он попадает в Царствие Небесное. Мы так предполагаем, по крайней мере. И как отец Андрей говорит, если увидите сатанистов, дайте им мой номер, я буду жертвой. То есть он говорит, я мечтаю о таком, но Господь меня не сподобил. Поэтому надо понимать, что люди, которые сподобились такой смерти, они зачастую пребывали уже в другом состоянии, они уже жили с Богом и жили совершенно по-другому. Это очень важно. И они воспринимали это не так, как мы с вами. Это мы воспринимаем какой ужас, какой ужас, а они благодарили Бога. Вот опять же, если вспомнить гонения на церковь, которые были в начале XX века, то многие священники, епископы и верующие люди, которые жили в лагерях, они прямо говорили, что если бы не эти страшные испытания, они бы не встретили Бога среди других людей. Вот с кем они общались там, и с заключенными, и с коммунистами, и с гонителями христиан, и с другими верующими людьми, но при этом была поддержка друг друга у верующих людей, и каждый хотел сплотиться и помочь своему собрату. Это очень важно. Когда все хорошо, люди не особо стремятся друг другу помогать, а наоборот стараются хуже что-то сделать. Это очень важно. А когда приходят тяжелые времена, люди сразу вспоминают о Боге, больше начинают молиться, и совершенно по-другому смотрят на свою жизнь. Поэтому для нас это кажется таким ужасом, а для тех людей, которые это переживали, они действительно говорили, слава Богу за все. Представьте, какая была вера. Люди находились в лагерях в таких тяжелых условиях, но при этом они говорили, что они там укрепились в вере и встретили Бога. Это совершенно другое сознание, совершенно другое отношение к жизни. Здесь надо иметь очень крепкую веру. Если мы правильно воспринимаем эти события, то они идут нам на пользу. Ну еще, братья и сестры, я пару слов может быть хочу сказать. Я сегодня с вами говорил о том, что Соломия можно сказать манипулировала своим отцом, попросила, чтобы Ирод принес голову Иоанна Крестителя на блюде. Это самая настоящая манипуляция. И вот последнее время за эту неделю, вы знаете, я бывает рассказываю какие-то случаи, самые интересные, потому что мне задают вопросы на Елицах, если вы знаете такая православная социальная сеть Елица, рекомендую вам, кто хочет, можете познакомиться с верующими людьми. И там есть такой раздел вопрос священнику, вопрос батюшки. Я вот отвечаю на вопросы, бывает меня что-то спрашивают. И вот также в Одноклассниках люди мне писали, и у многих одна такая проблема встречается, неправильное понимание духовной жизни. Вот мы позволяем собой манипулировать, причем многие люди, зная, что мы верующие, пользуются этим и манипулируют нами, основывая это на религиозной почве, на нашей вере в Бога, на то, что мы должны смиряться и все терпеть. Вот это неправильно, потому что в православной аскетике нету такого слова смирять. То есть мы не можем кого-то другого смирять и воспитывать. Мы сами можем смиряться перед Богом добровольно и сами можем смиряться перед людьми, но нас никто не может смирять. Это неправильно. То есть с точки зрения духовного роста это не приводит к хорошему результату. И вот у многих людей, к сожалению, возникают серьезные проблемы из-за этого. Я могу вам несколько случаев назвать, не называя, конечно, имен. Одна женщина мне написала, что они работают в компании и там вроде как все верующие, но при этом глава компании женщина, она как тиран. Всех поливает грязью, у нее все плохие, ставят очень высокий план работникам и вынуждает их брать кредиты. Представьте, вот такое неправильное понимание православия. и все время говорят, ну ты же православный, ты же должен помочь другим. И в итоге люди сейчас там получили уже очень много кредитов, многие там миллион, два миллиона долгов, уже фактически банкроты и не знают, что делать. Другие ситуации очень часто бывают в жизни, когда наши близкие люди, родители, может быть, братья, сестры, они оказывают на нас негативное влияние, то есть начинают говорить, что у нас ничего не получится, что мы ничего не можем, что мы там страшные, глупые, неуклюжие и что-то еще. И вот, к сожалению, человек начинает в это верить и это приводит к унынию, потому что у человека есть свое какое-то представление о себе, что он хочет, а ему постоянно говорят, что вот забудь это все не надо, у тебя ничего не получится. И вот это тоже такая манипуляция, когда людям выгодно нами управлять и пытаются этим управлять именно основывая все это на нашей вере в Бога, что мы должны все терпеть, что мы должны молчать. Также очень часто бывает, если, допустим, человек выпивает, то он таким образом фактически терроризирует близких, когда говорит, что вы должны меня терпеть, я вас спасаю, вы вот такие грешники, только я вас спасаю. Я думаю, вы все встречали подобные формы манипуляций в жизни, и вот я хочу объяснить, что с духовной точки зрения это неправильно. Мы сами можем смиряться, но никто нам не должен говорить какие-то вещи, которые могут на нас таким образом повлиять. Конечно, со священником, которым мы исповедуемся, с духовником, мы можем все это обсудить. Иногда, да, люди нам могут что-то сказать, что мы в чем-то неправы, но понимаете, вот какая разница. Одно дело, когда нам говорят, что мы в чем-то ошиблись, и говорят это с любовью, и говорят, что вот у тебя это не получается, или у тебя вот такая слабая сторона характера, тебе можно вот это, вот это сделать, чтобы от этого избавиться. И совершенно другое дело, когда люди просто нас пытаются унизить, без какой-то цели принести нам добро, и как-то нам помочь, просто нас унижают. Вот вы себе даже не представляете, сколько из-за этого несчастных людей. У меня сейчас много таких случаев, когда люди пишут и спрашивают, говорят, батюшка, как же быть, что же делать? И вот если вы оказываетесь в какой-то подобной ситуации, не всегда, конечно, так жестко, как вот мы видели сейчас, но когда вы понимаете это, то очень легко можно решить, спросить у человека, зачем? Вот тебе говорят, что-то делать, еще что-то сказать, а зачем это надо? мы сразу сможем понять, что к чему. И манипулировать нами будет гораздо сложнее. Некоторые, когда начинают говорить, что мы обязаны смиряться, что мы обязаны все терпеть, это говорят вот такие манипуляторы. А я вам скажу другое. Вы помните такую фразу «Не бросайте бисер перед свиньями» из Евангелия? Это говорится именно об этом, что мы не должны свои добродетели проявлять тем людям, которые их не оценят. То есть мы будем смиряться, а нам будут говорить «Давай еще больше смиряйся, терпи». Или допустим, я знаю, как некоторые люди делают «Христос же говорил «Давайте денег в долг, поэтому давай мне деньги». Ты не дал, значит все, ты не православный. А я тебе не вернул? Ну так и должно быть. Ведь Господь говорил «Подставь вторую щеку, давай подставляй, давай мне еще». Понимаете, то есть вот эта открытая такая манипуляция, причем очень жесткая. И мне очень жаль людей, которые этого не понимают. И что самое страшное, годами так живут. Может быть некому подсказать им, чтобы это увидеть, может быть еще по какой-то причине, но страшно, что проходят годы жизни людей, и они пребывают в таком состоянии, как будто спят. Они не думают, как он их любит. Они пребывают только в таком состоянии забитом. Человеку говорят, что он плохой. Я когда с человеком первый раз начинаю общаться в интернете, я говорю, а кто тебе такой сказал, почему ты так думаешь? Люди удивляются, а как, разве нет? Я говорю, да нет, конечно, почему ты так думаешь, у женщин нормальная женщина, она говорит, я страшная. Вот ей внушил кто-то из близких, что ты страшная, что у тебя никогда не будет семьи, ты никому не нужна, и хорошая женщина из-за этого не может себе никого встретить, чтобы создать семью, потому что в нее просто вбили вот эту неуверенность в себе. То же самое многие люди из-за этого боятся что-то сделать. Вот допустим, у каждого из нас есть свои таланты, когда мы их будем с вами реализовывать, мы будем жить радостно и будем жить с Богом, мы будем духовно возрастать. У каждого свои какие-то таланты. Кто-то умеет рисовать, кто-то умеет на скрипке допустим играть. Я вот допустим не умею петь, не умею играть на каких-то музыкальных инструментах, но я вот чуть-чуть умею проповедовать. И когда я проповедую, рассказываю людям о Христе, вижу, как это помогает, я испытываю удовлетворение, что я делаю то, к чему меня призвал Господь. Если я буду заниматься чем-то другим, у меня не будет радости от жизни, у меня будет уныния. И вот когда мы находим свой путь в жизни и живем соответственно с промыслом Божиим, у нас совершенно другая жизнь. И вот еще какой момент очень важный, чтобы все понимали, мы никогда не стремимся поменять свой мир. Вот почему у нас конфликты с близкими возникают, потому что мы их хотим переделать. Мы за Бога решаем, как они должны себя вести. И если у нас очень жесткие убеждения, кто как себя должен вести, то мы сами будем себя наказывать за это. Господь будет попускать такие ситуации, чтобы эти убеждения разрушались, чтобы мы понимали, что в жизни может быть не так, как мы хотим, совершенно по-другому. Вы знаете, такая серьезная проблема, как алкоголизм, когда кто-то из близких в семье пьет, и женщины очень часто из-за этого переживают, страшно переживают, я понимаю, это очень серьезная проблема, это действительно страшно, когда есть такая ситуация, но они тоже ведут себя неправильно, то есть человек выпил, они его начинают ругать, пилить, я говорю, а зачем ты это делаешь, он тебя все равно не услышит, он пришел неадекватный домой, зачем ты ему это объясняешь, он не поймет тебя, поговори через три дня, когда он успокоится, ты успокоишься, и вы знаете, люди мне рассказывают, как у них меняется отношение к жизни, когда они позволяют людям вести себя как они хотят, и не переживать из-за этого, то есть если вы всегда будете переживать, что ваш близкий человек пьет, он будет пить, чтобы вас, так скажем, наказать, если же вы будете относиться к этому спокойно, он может вообще перестать пить, у меня сейчас есть такие случаи, мне люди говорят, батюшка, вы представляете, я ведь правда сработала, я перестал мужа ругать, он пить перестал, вот представляете, как это получается, эти вещи, они все очень взаимосвязаны, и нам надо менять себя, не окружающих людей перевоспитывать, а менять свое отношение к ситуации, тогда будет меняться наш взгляд на мир, на жизнь, и будут люди меняться вокруг, то есть может быть люди-то так не меняются, но мы-то поменялись по отношению к ним, и мы видим мир уже совершенно другим, это очень серьезная такая проблема, вот на прошлой неделе очень много таких вопросов у меня было, Тиана, поэтому святые отцы говорили всех любви, всех беги, да, я уже вам повторял не один раз, я всегда говорю, что в принципе, чтобы нам жить правильно, нам нужно всех прощать, и Бога за все благодарить, вот если мы будем так жить, с благодарностью к Господу, и с прощением всем, то мы заживем совершенно другой жизнью, а мы часто живем по-другому, мы Бога не благодарим, мы от Него требуем, и людей мы не прощаем, а каждому вспоминаем, вот сейчас бывает с людьми я разговариваю, и они злятся на своих родителей за какие-то события, которые были там 30 лет назад, и говорят, ну я не могу простить, не получается, как это можно простить, я говорю, ну надо все равно простить, и люди не готовы, и представьте, когда мы живем, вот десятилетия с такой болью в душе, конечно, это очень сильно нам мешает, это похоже на какую-то болезнь, может быть опухоль, да, только она духовная, можно сказать, в нашей душе, это очень сильно нам мешает. Владимир, интересный вопрос вы задаете, да, батюшка в связи с упомянутым выше высказыванием Христа вспомнил еще одно, приобретайте себе друзей богатством неправедным, кажется, так звучит, что оно означает. Здесь идет речь о притче, которую рассказал Христос, о человеке, который был домоуправителем у некого богатого состоятельного человека. И вот когда он проворовался в очередной раз, его хозяин решил убрать. И тот человек, поскольку были люди, которые ему что-то были должны, или он кому-то что-то должен был, в общем, все, кто к нему приходил и кто ему был что-то должен, он людям начал списывать долги, можно так сказать. То есть кому-то меньше сделал, еще что-то. То есть тем самым он вроде бы неправильно поступал, он как-то наживался за счет этого, еще что-то, но тем не менее он таким образом смог приобрести друзей. Но, конечно, Господь здесь говорит не о материальном приобретении, а о духовных вещах, о том, что мы через духовную жизнь можем приобретать себе друзей через прощение других. я недавно как раз читал, мне задавали, кажется, вопрос на эту тему. Я как раз читал не так давно об этом толковании на эту притчу, это очень такая непростая притча. Много у нас очень таких мест в Евангелии, которые сразу тяжело сказать, как их надо толковать. братья и сестры, можете писать еще вопросы какие-то, если есть. Добрый вечер. Вот, видите, неправедным называется то богатство, которое Господь вручил нам для употребления на нужды братьев и служителей, а мы удерживаем его для себя. Но поздно мы ощутим, куда нам обратиться, и что в этот день мы не можем ни трудиться, ибо тогда время делать, ни милостыни просить, ибо неблагоприлично, так как Девы, просившие милостыни, названы глупыми. Что же остается делать? Разделить с братьями это имение, чтобы когда придем отселе, то есть приселимся из здешней жизни, бедные приняли нас вечные обители. То есть если мы с вами даже получили что-то неправедным путем, то надо это раздать как милостыню, и тем самым мы можем спасти свою душу. Вот об этом Христос говорил. в то есть вопросы какие-то? А, извините, я не промотал. Сергей Лебедев. Добрый вечер батюшка дерзновенно хочу спросить нет ли у вас ощущения кажется ли вам что мы живем в последнее время апокалипсиса преподобный Серафим Вырецкий говорил наступит время когда не гонение а деньги и прелести мира отвратят людей от Бога и тогда погибнет больше душ чем во времена открытого богоборчества с одной стороны будут возводить кресты и золотить купола с другой стороны наступит царство лжи и зла Сергей вы знаете вопрос хороший но я очень осторожно отношусь ко всем вот этим предсказаниям про апокалипсис потому что это такая книга очень много аллегорических толкований то есть не прямых а каких-то которые мы не можем с вами прямо понять о чем-то конечно там прямо говорится что антихрист будет править три с половиной года что будет одна церковь то есть государство одно то есть все будет объединяться да кроме того известно что евреи многие его примут как Христа Спасителя здравствуйте Татьяна поэтому есть в принципе некоторые предпосылки по которым мы сможем понять что последние времена наступают вот пока этих признаков не вижу я то есть конечно идет какое-то изменение возможно подготовка к этому как вот там говорится что будет печать ставиться некоторые говорят что это чипы без них вы не купите ничего и возможно идет какая-то подготовка к этому то есть то что сейчас нам кажется чем-то совершенно немыслимым когда-то будет казаться обычным делом ну давайте мы вспомним чуть больше ста лет назад когда появились автомобили то многие верующие считали что это бесовское изобретение потому что не могли понять как машины движутся сами без лошадей то же самое когда появились мобильные телефоны многие говорили что это все бесовские какие-то изобретения как люди без проводов могут говорить и много такого то есть конечно же мир меняется но вы знаете важно не то что происходит в мире а как мы к этому относимся вот если мы стремимся к Богу и в душе нашей Христос на первом месте то нам это ничего не страшно нам нужно думать прежде всего о своих грехах скорее всего наш личный конец света наступит гораздо быстрее чем глобальный личный конец света я думаю вы понимаете что такое это наша земная смерть когда мы переходим в вечность для нас все закончится гораздо быстрее чем для всех людей даже если мы с вами почитаем Евангелие апостолов и какие-то предания то мы увидим что апостолы ждали что Христос придет вот-вот еще при их жизни они думали что он воскрес и сейчас лет 10-20 пройдет он уже вернется представьте 2000 лет назад практически они ждали что он придет вот-вот но прошло еще 2000 лет и никто не знает до сих пор когда придет Христос поэтому вот такие рассуждения о конце света мне кажется они не полезны потому что мы отвлекаемся от главного а главное в нашей жизни это видение своих грехов вот если мы будем стремиться увидеть свои грехи и укрепить веру от этого будет гораздо больше пользы чем если мы будем думать наступит конец света не наступит и более так же говорится о том что никто не будет знать когда это случится люди будут жить так же как жили так же будут жениться работать еще что-то делать и не заметят как это произойдет поэтому если прямо сказано что никто не знает то нет смысла сильно в это все вдаваться потому что я видел сам такие примеры когда только стал служить священником вот получается 12 лет назад приходила ко мне одна женщина стала про ИНН говорить и вот мы с ней общаемся я понимаю что она меня не слышит она рассказывает про ИНН и она говорит мы на работу не можем устроиться ипотеку не можем взять муж от меня собирается уходить то есть у нее столько проблем она их не замечает она думает не об этом она думает про ИНН я ей говорю вы посмотрите на свою жизнь увидите что вы делаете она говорит батюшка сколько вы в браке а я тогда буквально пару недель как женился я говорю ну две недели она говорит ох вы ничего не понимаете вот я уже много лет там я вот все знаю да мне кажется что все вот эти рассуждения о конце света они тоже как такая дьявольская уловка чтобы мы не думали о Боге и не думали о спасении чтобы мы думали о других вещах понимаете поэтому я очень осторожно отношусь ко всем этим вещам и у нас по многим вопросам есть официальное мнение церкви выраженное там много много очень объясняется хотите почитайте есть такой документ он уже довольно старый кажется 98 год социальная концепция русской православной церкви вот очень интересно советую почитайте там про многие многие вопросы говорится те проблемы которые нам кажется мы обсуждаем сейчас и они нам кажутся очень серьезными они уже давно решены то есть церковь выразила свое мнение как нам к этому относиться и все не надо переживать нам надо двигаться дальше а люди вот придумывают и придумывают все какие-то новые потому что вот я читал на эту тему есть люди которые на ожиданиях конца света зарабатывают очень большие деньги кто зарабатывает на ожиданиях конца света те кто продают тушенку строят бомбоубежище продают страховки различные да то есть это тоже кажется какой-то абсурд потому что известно в Евангелии когда придет конец света то спастись не получится уже все будет по-другому а люди думают что если они там землянку себе построят и купят тушенку то они смогут спастись вот все погибнут а они одни спасутся но это же глупость Марита в какое время вы всегда говорите это очень интересно спаси господи каждый вторник 8 часов вечера по Москве мы встречаемся и разговариваем на разные темы о боге о вере о праздниках сегодня мы вспоминали усекновение главы Иоанна Претеча потом эфиры эти есть в записи в группе Дивная Дивеева на фейсбуке также там другие видео мы публикуем мои проповеди в храме ответы на вопросы кстати прошу вас быть активнее можете оставлять комментарии задавать вопросы предлагать темы для новых видео для эфиров таких трансляций делиться с друзьями потому что это самая большая помощь в проповеди слова божьего когда мы рассказываем об этом близким иногда это очень помогает то есть мне вот как привычно да я с вами общаюсь но мне очень много людей пишут и говорят батюшка вот спасибо вот эта проповедь прям как вы для меня говорили она меня коснулась я все поняла бывает на вопрос на какой-то отвечу и также люди говорят что им это очень помогло также если вы есть в одноклассниках то есть такая программа ок лайф называется там тоже я веду трансляции в среду 8 часов вечера по москве если хотите приходите там тоже можно пообщаться также можно мне написать в личных сообщениях я есть во всех соцсетях facebook контакт одноклассники люди мне бывают пишут там задают какие-то вопросы спрашивают совета иногда или просто благодарят кто-то просит помолиться чтобы я в храме как-то особо помолился за человека ну как особо просто на службе и в домашней молитве я молюсь поминаю о здравии о покоении людей так что если хотите будут вопросы спрашивайте я всегда готов помочь рассказать если кто-то даже стесняется напрямую спросить то на елицах в проекте батюшка вопроса священнику там можно даже задать вопрос анонимно меня бывает спрашивают некоторые вещи анонимно и никто не видит кто спрашивает то есть человек который спросил он получает ответ но бывает спрашивает очень серьезные вещи которые мы не можем обсуждать публично да вот Сергей спрашивает батюшка как вы относитесь к военным действиям в Сирии ну я не люблю честно скажу политику и война это всегда трагедия независимо от того какие причины кто виноват кто не виноват страдают мирные люди то есть многие политики которые там направляют войска они сидят в теплых кабинетах а простые люди при этом погибают вот это что самое страшное и к сожалению у нас в братской нам стране на Украине также идет страшная война и кроме того что гибнут люди это всегда разруха для страны то есть война пройдет но еще целое поколение будет жить в нищете и восстанавливать страну поэтому всегда это очень страшная вещь для этого нету никаких оправданий спасибо господи бальзам на душу спасибо но я очень рад братья и сестры когда меня не просто слышат а понимают то есть вот я уже говорил бывает так что общаешься с человеком и видишь что он тебя не слышит то есть разговариваем вежливо вроде все культурно но понимаешь что человек тебя не слышит он говорит да-да а про себя думает ну ничего я сделаю как мне надо из-за этого возникает проблема а когда даже простое слово доходит до нас от этого есть польза не надо искать каких-то откровений как вот знаете некоторые ищут что будет какой-то старец прозорливый который все там расскажет не надо этого искать любой батюшка который хочет вам просто помочь по-человечески он вам сможет помочь потому что через любого священника идет благодать Божия и бывает даже молодые батюшки такие вещи говорят что сами удивляются как они могли такое сказать а люди говорят батюшка это очень помогло это то что надо вот поэтому я желаю всем вам встречать в жизни таких священников которые вам будут помогать которые будут вас слышать потому что многие ко мне обращаются сейчас и говорят что мы не можем там со своим батюшкой пообщаться потому что у него или дел много или еще какие-то причины поэтому мне бывает пишут но я всем всегда говорю идите в свои храмы не надо куда-то там далеко ехать идите в свой храм там исповедуйтесь причащайтесь молитесь и потихонечку жизнь духовная меняется мы с вами уже встречаемся не первый раз и люди мне пишут уже есть какие-то положительные изменения значит наши встречи они не зря проходят значит кто-то через это может укрепиться в вере выяснить что-то для себя какой-то важный вопрос может быть ну и так конечно всегда приятно пообщаться с верующими людьми Татьяна скажите пожалуйста насчет подключения интернета в православие Сретенский монастырь открыл возможность принимать записки о здравии и покаянии онлайн нужно только перевести деньги на их счет как вы думаете они действительно принимают интернет записки и поминают на службах я просто представила себе что со всего мира присылают миллионы всех не упомянешь а деньги платят в надежде Татьяна я уверен что записки все эти поминаются потому что мы все отвечаем перед Богом то есть именно когда священники монахи мы когда говорим что помолимся то мы ведь будем перед Богом отвечать молились мы или нет да иногда может быть совсем немного мне бывает люди пишут и говорят батюшка помолись там за человека я говорю хорошо я может быть даже один раз просто скажу чтобы Господь помянул этого человека о здравии или о упокоении это уже будет молитва но искренне знаете не так на бегу там сказал и все а именно обратиться к Богу как в разговоре хотя бы пару слов сказать за этого человека это уже молитва я еще не встречал такого чтобы настоящие священники делали так вы говорите записки там приходят со всего мира приходят но я не думаю что там совсем много они приходят но их не очень много и там монастырь там много монахов много священников и службы совершаются постоянно поэтому есть возможность вспоминать эти записки вот я допустим служу на острове один у меня в храме очень мало людей поэтому записок у меня мало если мне здесь люди пару записок в месяц пришлют попросят о ком-то помолиться мне будет не тяжело я могу найти время вынуть частичку за каждого помолиться по возможности то есть для многих это выход знаете чтобы мы не только вот с вами общались так онлайн и разговаривали но чтобы была и молитвенная поддержка друг другу потому что когда мы понимаем что мы молимся друг за друга это очень здорово вот не только я молюсь за людей когда просят меня но и мне люди говорят батюшка мы поехали на Афон и вас и ваших прихожан записали там напоминовение о здравии или еще куда-то поехали там в Оптину пустынь говорят батюшка мы вас записали то есть это очень хорошая такая традиция православная что мы друг другу помогаем молитвой поэтому не надо этого бояться Татьяна это я считаю нормальная практика интернет это как инструмент понимаете вот как ножик мы можем ножом нарезать хлеб чтобы накормить семью а можем убить человека вот все зависит от того как мы будем к этому относиться и интернет тоже кто-то его использует чтобы там какие-то нехорошие фильмы смотреть или еще что-то делать греховное а кто-то использует чтобы найти евангелие почитать что-то о вере укрепиться найти единомышленников потому что мы многие с вами живем очень далеко друг от друга и не можем так встретиться вживую и зачастую у нас нету единомышленников с кем мы можем поговорить о Христе в интернете мы находим таких людей общаемся с ними слава Богу и это нам очень помогает укрепиться в вере когда ты встречаешь людей которые разделяют твои интересы и могут тебе что-то подсказать поделиться каким-то своим опытом это очень важно для духовной жизни слава Богу что есть такая возможность у меня сейчас за время моей проповеди в интернете появилось очень много новых знакомых искренне верующих людей мне очень приятно общаться вот сейчас даже на моей страничке у меня в фейсбук тоже есть страничка я даже сегодня написал что я всех поздравляю с праздником но отвечать в личных сообщениях на поздравления я не смогу потому что как-то был праздник в одноклассниках была такая история и мне все пишут с праздником там по-разному поздравляют а я всем отвечаю с праздником с праздником потому что тяжело сотни людей каждому что-то новое написать а мой аккаунт потом заблокировали якобы за спам поэтому я сейчас стал делать так просто пишу поздравления с праздником всем и люди уже в комментариях могут пообщаться друг с другом других людей поздравить с праздником так же сегодня я сделал поэтому надо благодарить Бога что есть такая возможность что мы можем подать записки чтобы люди где-то далеко за нас помолились единственное я хочу посоветовать быть осторожнее чтобы вы были уверены что эти деньги идут туда куда надо потому что сейчас в интернете очень много такого обмана вы наверное встречали когда пишут и говорят деньги на лечение ребенку какому-то или еще куда-то помогите обязательно вот очень часто это люди проходимцы то есть начинаешь выяснять и оказывается что про этого человека уже была какая-то информация в интернете что он там собирал деньги на какие-то цели и уже известно что это неправда поэтому будьте вот с этим осторожны а если вы знаете что это действительно настоящий сайт монастыря и можно туда позвонить есть все контакты все реквизиты они совпадают с монастырем то тогда можно конечно так же вот как ко мне люди заходят на страничку они видят что есть мой телефон есть много моих фотографий свежих которые постоянно обновляются со мной можно пообщаться люди звонят мне и общаются постоянно то есть таким образом я думаю можно это делать это очень хорошая идея слава богу я сам бывает заказываю записки вот недавно была статья на православие ру как раз от Стретинского монастыря попалась про старца Гавриила грузинского святого и там был его день рождения если не ошибаюсь и праздник был в монастыре служба у его мощей и я также подал записочки чтобы люди помолились за нас я считаю что это очень хорошая такая традиция это здорово ну ладно братья и сестры наверное будем с вами прощаться я смотрю уже вопросов вопросов нету можете к следующей нашей встрече придумать какие-то вопросы интересные которые всех бы заинтересовали мы с вами можем их обсудить поговорить желаю вам всем Божьей помощи с вами был священник Антоний Русакевич и проект Дивная Дивеева на фейсбук я благодарю вас всех за внимание надеюсь этот эфир был полезен всем если кто-то хочет как я уже сказал можете найти меня в социальных сетях Антон Русакевич позитивный батюшка так я себя называю и у меня есть канал на ютубе вы можете зайти посмотреть очень много интересных видео проповеди с моих служб также другие онлайн трансляции с ответами на вопросы и просто записи каких-то ответов на вопросы очень много интересной информации вы можете найти посмотреть всего доброго братья и сестры еще раз вас поздравляю с праздником Божьей помощи всем ангелам хранителям спасибо господи